40 дней в одиночестве посреди океана. Итальянец Матео Мичелли уже пересек Атлантику и продолжает свое путешествие вокруг света на эколодке. За 6 месяцев он не сделает ни одной остановки в пути, не использует ни одного грамма топлива и будет питаться только тем, что даст ему море. Даже из самых опытных моряков такого еще никто не делал. Рассказывает Юлия Гончара. Солнце, океан и полное одиночество. Матео Мичелли пошел на самую смелую авантюру жизни. Вместе с профессором Римского университета он построил парусное судно, первое и единственное в своем роде. Экологичная лодка за счет ветряных мельниц и солнечных батарей сама себя обеспечивает энергией, а своего капитана снабжает водой и пищей. На борту у Матео две курицы. Они несут ему яйца. Был в лодке и маленький огород, но после последнего шторма моряк лишился своей зелени. Основа небогатого меню – рыба, пойманная самим Матео. А еще 100 граммов сухофруктов в день и столько же зерна. Эти продукты пришлось взять с собой, иначе в океане было бы не выжить. Но совсем не спартанский рацион оказался самым трудным в этом путешествии. «Тяжелее всего выносить абсолютное одиночество. Я не ожидал, что именно это будет так трудно. Но есть хотя бы телефон. Я могу позвонить домой. И это такая радость, вам сложно представить». Матео каждый день говорит с профессором по телефону. Сейчас для него это единственная связь с миром. А для его компаньона возможность отследить ситуацию на борту. «Матео, он вышел в море вот здесь». Для профессора Деджиролома эта кругосветка не легче, чем для Матео. 40 дней он в море, 40 ночей я не сплю, признался ученый. И самая опасная часть путешествия в окружении антарктических льдов только начинается. «Сейчас лодка двигается в сторону Антарктиды. Там наступило лето и тают льды. Для маленькой лодки, такой как наша, даже небольшие айсберги очень опасны». Матео под парусом должен обогнуть Антарктиду, если все пойдет по плану, через 4 месяца вернуться в Рим. Именно он станет рекордсменом. Но и профессор не исключает, что после решится повторить уникальный заплыв в океане и в полном одиночестве.